МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «12» новости Республики на телеканале «Регион-12». В студии Виталий Рыжков. В начале выпуска коротко о главных темах дня. Сколько ежкаролинских дворов будет приведено в порядок на будущий год? При выборе территории кандидатов на благоустройство приоритет будет отдаваться тем домам, жители которых готовы поработать совместно с администрацией города. План культработ на будущий год. В МРИЛ в 2013 году запланированы масштабные реставрационные работы многих исторических зданий. Сам собрал, сам сыграл. Молодые мастера возрождают почти забытые старинные традиции по изготовлению народных марийских инструментов. Время свадеб и похолодания. В воскресенье православные отметят покров Пресвятой Богородицы. Высокие технологии уникальны в масштабах страны производства. Глава Республики Леонид Маркелов посетил сегодня предприятие Технотех, занимающееся производством печатных плат. Здесь реализуется инвестиционный проект, связанный с модернизацией технологий и переходом на собственное производство стеклотекстолита, материала для печатных плат. В России, как в ближнем зарубежье, аналогичное производство отсутствует. В результате реализации проекта марийское предприятие избавится от зависимости от поставок материала для печатных плат из зарубежа. Скажется модернизация и на объемах производства. Вырастет оно примерно в два раза. Вырастут и налоговые отчисления. Мне представили предприятие, которое для меня открытием является. Хотя уже в течение двух лет правительство сопровождает этот проект. Это уникальные предприятия. И аналог продукции, которые производят, есть на нескольких заводах. Но те ноу-хау, которые сегодня есть, это новейшие производства, разработки, которые сделаны предприятия, они единственные в России. Я думаю, что сегодня предприятие платит достойную зарплату, выпускает продукцию конкурентоспособную, но за ним большое будущее. Потому что текстолит выпускает только в республике Морел. И вот за такими производствами наше будущее. Почему? Потому что это уникальное производство для других регионов. Здесь разработки местных наших умов, причем опыт самых современных разработок из других стран. А самое главное другое, что есть перспектива по выпуску продукции. В результате республика получит выпуск уникального компонента, реализация его, налоги во все уровни бюджета, высокая заработная плата. То, к чему мы сегодня стремимся. С начала года предприятиям уже произведено продукции более чем на 90 миллионов рублей. Новая производственная линия, где автоматизирован почти весь процесс, на предприятие была запущена в начале этого года. Ручной монтаж до сих пор остается, но составляет малую часть и применяется исключительно на крупных, нестандартных компонентах. Наша задача – это делать качественную продукцию и привлекать все больше и больше новых заказчиков. Хотя я уже неоднократно отмечал в своих выступлениях, что за последние три года объем продаж нашего предприятия вырос на 500%. Сейчас предприятие полностью укомплектовано новейшим оборудованием. Наговоря о перспективах развития, на предприятии строят планы по выходу на мировой рынок. Сколько городских дворов будет приведено в порядок на будущий год? В мэрии города начали работать над программой благоустройства 2013. Уже известно, что при выборе приоритет будет отдаваться тем дворам, жители которых провели общее собрание и готовы поработать совместно с администрацией города. Проще говоря, самостоятельно навести порядок вокруг своих же домов. Еще один фактор, который будет определять, войдет ли ваш двор в программу, это отсутствие задолженности по коммунальным платежам, которое на сегодняшний день по Яшкарале составляет около 150 миллионов рублей и сказывается на дальнейших планах по благоустройству города. В этом году, напомню, в Яшкарале были приведены в порядок 28 дворов. Из Дорожного фонда республики и бюджета города на это было выделено более 27,5 миллионов рублей. Плюс вклад предпринимателей – это еще 10 миллионов рублей. Спонсорские деньги были потрачены на приобретение детских игровых комплексов. Работы по асфальтированию ввели муниципальное предприятие «Город» и ОАО «Медведево Аградурстрой». На контроль осуществляли не только ведомственные организации и управляющие компании, но и сами жители, что позволило сделать ремонт более качественным и уложиться в намеченные сроки. В выходные на территории Царево-Кокшайского Кремля пройдет ежегодная ярмарка «Золотая осень МРИЛ-2012». На ярмарке будет представлена сельхозпродукция местных производителей. Начало работы ярмарки с 10 утра в субботу. Закончили первый круг на минорной ноте. Ежкаролинские футболисты завершили игры первой половины первенства России среди команд зоны Урал-Поволжья второй лиги. Предварительные итоги неутешительные. В 14 матчах спартаковцы одержали всего одну победу и расположились на предпоследнем месте. Начавшись буквально недавно, перенос в России в зоне Урал-Поволжья второй лиги докатилось до своего экватора. Все команды между собой сыграли по разу и уже есть очертания турнирного расклада. Понятно, кто лидер, понятно, кто аутсайдер. Наш спартак относится к числу последних. Все-таки первый сезон на новом для себя уровне. И последний соперник – футболисты из Тюмени. Тот самый клуб, который гресит первой лигой, а в стадии розыгрыша одной 16-й кубка страны переиграл Аланию из Владикавказа и сейчас готовится к матчу 1-й восьмой финала с московским ЦСКА. Такой гостеприимный город. Я здесь первый раз, понравилось мне стадион. Футбольный, футбольная обстановка. То есть вся атмосфера футбольная, конечно, она у вас здесь хорошая. Все здорово, и город, и стадион, и команда, и атмосфера. Но чуть-чуть не хватает мелочей. Футбольный мяч реально, такими уже давно никто никогда не играл. Он попросту даже не летит. Не летит у него такой звук нефутбольный. Было непривычно видеть, вроде бы так все. Хороший антураж такой. А такое вот качество мяча. Футбольные мячи – это, конечно, одно. Но не самое главное, что мешает нашим футболистам играть более результативно. Состав, который практически не поменялся. Переполненный лазарет, как следствие короткой лавкозапасных. Тем не менее, в игре с тюменцами наш козырь, та самая самоотдача и самоотверженность присутствовали. Однако счет открыли, а потом и удвоили гости на 10-й и 21-й минутах встречи. Следующие два мяча были в исполнении наших. На 72-й минуте ворота соперника поразил Андрей Попов. А на 78-й Александр Патрушев к пылу борьбы переправляет мяч в свои ворота. Голевая же точка была за гостями. В итоге проигрыш «Спартака» со счетом 1-4. Команда «Хозяев» понравилась. Из домороченных футболистов составлено. Хотят играть в футбол, азартный такой. Единственное, мне кажется, немножко есть какие-то свои ноу-хау в схеме игры команды, с которой, я думаю, что многим придется еще столкнуться. Честно сказать, эмоций практически не осталось. Потому что проигрываем уже четвертую домашнюю игру подряд. Я не говорю про выездные. Запускаем такие ошибки в обороне. Когда, казалось бы, переломили ход игры, забили ответный гол первый. Команда воодушевилась. И допускаем такую грубейшую ошибку. Можно сказать, перечеркиваем все надежды в матче. Конечно, обидно. Итак, первая половина первенства позади. «Спартак» ожидаемо в подвале турнирной таблицы. В 14 матчах одна победа, 5 мячей, 8 поражений. В сухом остатке 8 очков и 14-я предпоследняя строчка в турнирной таблице. Забили ишкаролинцы 15 мячей, пропустили 30. Правда, на игры «Спартака» на дружбу ходят больше всего зрителей. Почти 3,5 тысячи на каждую игру. А это значит, что интерес к футболу не падает. А победы рано или поздно придут. План культработ на будущий год. В Морел на 2013 год запланированы масштабные реставрационные работы в исторических зданиях. В частности, в следующем году впервые начнутся ремонтные реставрационные работы в бывшем доме Карелина в Ешкарале, женские гимназии в Казимодемьянске. Предполагается завершить все работы в музейном комплексе в деревне Чивайнур Маркинского района. Провести работы в Храеведческом музее Волжска, Шереметьевском замке в Юринском районе, Республиканской библиотеке Ешкаралы и на других объектах. Об этом шла речь на встрече главы МРЛ Леонида Маркелова с министром культуры Михаилом Васютиным. В рамках обсуждения республиканской программы «Наследие» на 2013 год. По итогам рассмотрения проекта глава МРЛ высказал ряд предложений, после учета которых программа будет внесена на утверждение в правительство республики. Сам собрал, сам сыграл. Выпускники колледжа культуры и искусств возрождают старинные традиции, самостоятельно изготавливая народные марийские инструменты и сохраняя преемственность поколений. Подробности в следующем материале. Тетритпуч или сигнальная труба сотни лет назад была одним из основных средств связи древних марийцев. С ее помощью извещали об опасности, приглашали в гости, праздновали события, объявляли общий сбор. Каждый сигнал подразумевал то или иное событие. Ну а весной на трубах играли девушки, зазывали женихов из соседних селений. Сейчас об этом марийском музыкальном инструменте подзабыли. Современникам больше известны звуки волынки, шевера и, конечно, марийских госли. Историческую несправедливость по отношению к Тетритпуч своими руками решил устранить молодой мастер Иван Каменщиков. Любовь к национальной музыке и знания особенностей музыкальных инструментов народа Марий пришла к нему по наследству. Их всю жизнь делал отец Ивана. Теперь семейное ремесло продолжил сын. Просто было желание изготовить, так как у нас нету таких инструментов. А если есть, то только в музее. Для того, чтобы национальный инструмент не только выглядел, но и звучал так, как и много лет назад, Ивану пришлось перелопатить немало исторической литературы. Трубу сделал из липы, обернутой корой бересты. Доктор искусствоведения Олег Герасимов, известный марийский музыковед и фольклорист, Всю жизнь посвятил изучению и сохранению музыкального наследия родного края. И с удовольствием делится знаниями со своими студентами. Работа Ивана Камещикова Олега Михайловича и удивила, и порадовала, Вселив надежду на то, что вековые традиции народа марий будут бережно храниться молодым поколениям. Лет 10-15 назад у нас действительно началось такое движение в пользу развития, возрождения национальной музыки. Не только в профессиональной, но и в народной. И вот мы замечаем, что за последние годы у нас действительно мы стали возрождать исполнительство на традиционных народных инструментах. Со словами мэтра полностью согласен его студент. Если забудем о традициях, умрет и часть нашей культуры, говорит Иван. Уже сейчас национальные инструменты народа марий, такие как, например, госли, приходится заказывать московским специалистам. Изготовление музыкальных инструментов – профессия штучная. Не каждому дано, признается молодой мастер. Тем не менее, таких эксклюзивных специалистов не хватает. Заказано создание инструментов не только для музыкальных коллективов. Ведь с развития внутреннего туризма редко умение может принести небольшую коммерческую прибыль. Люди, которые интересуются музыкой, могут визуально увидеть инструменты, услышать, как они звучат. Если марийц не поет, значит, что-то с ним не так. Это поверье существует издревле. Музыка сопровождала народ марий на всех этапах жизни. Песни, мелодия, танец – к любому событию. Лучшие брали и от ближайших соседей. Например, характерная для марийской музыки пентатоника. Как считают ученые, результат влияния тюркской музыки. В конце 19 века повсеместно большое распространение получает так называемые «скорые песни» – родственные русской частушки. А вот обрядовый фольклор остается неизменным уже сотни лет. Сегодня же марийской музыке присущи все модные черты. Но марийскую поп-музыку все равно легко узнать. В любой мелодии всегда есть национальные напевы. А древнемарийские музыкальные инструменты, благодаря компьютерной обработке, лишь дополняют модные ритмы. Традиции живы, просто они идут в ногу со временем. И, наверное, это один из секретов того, почему концерты марийских исполнителей всегда пользуются неизменным успехом, собирая десятки тысяч зрителей из Мариэл и из-за пределов республики. В православном мире в воскресенье отметят один из самых значительных праздников года – Покров Пресвятой Богородице. 14 октября утром по маршруту от Воскресенского собора до Покровской часовни пройдет крестный ход в честь Покрова Божьей Матери. В основе праздника лежит историческое событие – осада Константинополя варварами в X веке. В одном из храмов города, где хранилась реликвия Риза Богоматери, присутствовавшие там люди стали свидетелями чуда. Считается, что в церковь снизошла Пресвятая Богородица, вела молитву, а затем сняла с головы покрывало и распростерла над всеми прихожанами храма. Люди восприняли это как знак надежды на спасение, и Константинополь был спасен. Позже на Руси в бытовом восприятии праздник был переосмыслен как нельзя более прагматично – это время свадеб и первая зазимья. В молитвах на Покров просят защиты и помощи высших сил. В Мариел Покров – престольный праздник в нескольких храмах республики, в том числе в Кокшайске, Варшанском, Волжском, Сернурском и Советском районах. А завтра, 13 октября, Покровская, Родительская суббота. На календаре погоды – время самой середины осени. Но переход через осенний экватор в начале следующей недели пройдет на фоне волны тепла, которая немного задержит сезонное понижение температуры. Правда, окажется непродолжительной. По данным гидромедцентра, в выходные будет холодно и пасмурно, а в воскресенье не исключают даже дождь с мокрым снегом при дневной температуре не выше плюс пяти. В понедельник-вторник переменная облачность, днем – до плюс десяти. А примерно с середины следующей недели погода вновь начнет менять характер в сторону ухудшения и похолодания. О событиях, происходящих в Ишкароле и за ее пределами, в еженедельном обзоре прессы на телеканале РЕН-ТВ «Регион-12» в студии Екатерина Роман. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олимпийский огонь пройдет в том числе и через Ешкаролу. В общей сложности его будут нестись 14 тысяч факелоносцев, передвигаясь на автомобилях, поездах, самолетах и даже на русской тройке и оленях. Он побывает в таких исторических и живописных местах, как Ясная Поляна, Кижи, Авачинский вулкан. 2013 год эстафета проводят в Ишкароле, а новый 2014-й, Олимпийский год, эстафета встретят в Казани. За 123 дня факел преодолеет более 65 тысяч километров. Как сообщает Оргкомитет Сочинской Олимпиады, в зоне часовой доступности от маршрута эстафеты окажется более 100 миллионов россиян. 7 февраля 2014 года Олимпийский огонь прибудет в Сочи, где и состоится открытие игр. Факелы для эстафеты обойдутся примерно в 200 миллионов рублей. Оргкомитет решил закупить рекордное количество факелов, а именно 16 тысяч штук. На лондонских играх было 8 тысяч. Быть талантливым учеником или студентом, аспирантом и доктором наук не только почетно, но и в чем-то финансово выгодно. На учебной 2012-2013 год определены имена 57 человек, которые получат стипендии главы Мариэл. Как сообщает «Марийская правда», размер стипендий для обучающихся госучреждений начального и среднего профобразования, а также дополнительного образования составляет 800 рублей. Студентам учреждений высшего профобразования полагается 1200 рублей, аспирантам 1500, докторантам 2000. Уточню, стипендиаты должны быть талантливыми не только на словах, а на деле. Успехи должны быть подтверждены дипломами или другими документами. Принимаются также победы в республиканских, всероссийских и международных олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях, а также авторство открытий, изобретений и научных статей. Ишкаролинцы в числе лидеров по долгам за услуги ЖКХ бороться с неплательщиками сложно и не только с правовой стороны. Но случается, когда арест имущества подстегивает людей не просто платить по счетам, но и вносить всю сумму за должности. На третьей полосе МК в Морел тому в подтверждении статья под заголовком «Автомобиль дороже денег». Ее герой – ишкаролинская семья, задолжавшая за услуги ЖКХ более 105 тысяч рублей. Причем оплачивать просрочку люди не спешили. Но имея в собственности автомобили, после их ареста и изъятия не только полностью оплатили за должность, но и исполнительный сбор в размере 7395 рублей. Сейчас автомобили у владельцев, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. В свежем номере еженедельника «Ваш новый день» о двух новых скульптурных композициях, которые появятся в ближайшие месяцы в Ишкар-Оле. 4 ноября на бульваре Чивайна планируется открытие памятника известному марийскому писателю Аркадию Крупникову. Бронзовый памятник писателю будет установлен недалеко от перекрестка с улицы Ишкинина. Уже началось возведение постамента. Его автор и скульптор из Мариэл Сергей Индубаев и Анатолий Шернин. А 20 ноября около третьего корпуса по ГТУ планируется открытие монумента «Гранит науки». Это был еженедельный обзор прессы и только проверенная информация. Будьте в курсе всех событий. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова